Ну что ж, вот мы смотрели картину «Молочные зубы» в рамках мероприятий Majestic Card и киноглуба «Особый взгляд». И есть что сказать, я думаю, что и у вас тоже. Но я начну с того, что, я думаю, что здесь в зале сегодня разные зрители собрались. Кто-то знаком с фестивальным кино, кто-то не очень. И для многих, наверное, кто-то может задавать вопрос, что же такое фестивальное кино. Неужели это кино, которое смотрят только какие-то высоколовые эстеты, какие-то особенные гурманы. На самом деле нет, все проще, потому что фестивальное кино, оно разное. То есть оно может включать и авторское кино, и какое-то авангардное. И просто то, что отобрали на фестивале в основную программу. То есть в свое время Ханок даже показывали Шрека Второго в основной программе, такое тоже было. И это в принципе все можно назвать фестивальным кино. Но так получается, что основные призы получают все-таки фильмы, которые открывают какой-то новый киноязык. Либо вообще что-то говорят новое для жанра. Некоторые, опять же, получают призы за определенную повестку. За отрабатывание этой повестки. Ну а некоторые вообще, кто-то может сказать, что и по гендерному принципу. В данном случае интересно, что этот фильм продюсировала женщина-продюсер из Австралии, которая продюсировала ранее Соловья, Дженнифер Кент. И пианино Джейм Кэмпиан. Это тот самый случай, когда Джейм Кэмпиан на Каннском кинофестивале впервые выиграла золотую пальмовую ветвь. Но, опять же, многие считают, что это не по настоящему, а по простой причине, что ее разделили с автором азиатской картины «Империя чувств». И таким образом, получается так, что ни одна женщина-режиссер Канны толком не выиграла. Хотя, кто-то считает, что Кент, все-таки по праву, является обладательницей этой пальмовой ветви. Ну и вот, и она поработала здесь и с Шеном Мерфи и показала на суть зрителей картину «Молочные зубы» на Венецианском кинофестивале, на котором, как вы знаете, победила лента Джокер. Но это был прецедент, действительно, потому что раньше комиксное кино, если оно и было представлено только в рамках спецпоказов, либо просто в основном конкурсе, но не получала особенные призы. А здесь Джокер действительно всех порвал, хотя это тоже очень спорно. Кто-то считает, что были картины и сильнее, например, тот же Мартин Иден, Йорта Марчелло, и многие говорят, что нужно было поменять. То есть «Золотого льва» бы отдали Марчелло, а «Серебряного льва» за лучшую мужскую роль была кинофеникса. Но у него уже был «Серебряный льв» за фильм «Мастер», поэтому решили вот так поступить. Ну и понятно, что кто-то говорит, что это часть карт-компании Джокера, хотя мне кажется, ну, люди, которые зашли на Джокера в кино, они явно, в принципе, без разницы, что он выиграл «Золотого льва». И вопрос, если они у вас есть, можно поднимать руку и рассказываться. Пожалуйста. Добрый день. Я перед просмотром.